Всех благ и пусть будет мир. Встречаемся в конце недели, смотрим, что произошло в течение недели. Пытаемся проанализировать и обобщить. Давайте начнем с вопроса о предложении Николы Пашиняна. Промелькнуло такое предложение. Пока мирный договор с Азербайджаном затягивается на неопределенное время, может быть, мы рассмотрим возможность пакт назвать или договоренность, а не нападение заключить. Между Германией и Советским Союзом. Вы аналогичную аналогию провели. И Азербайджан прямо на этот вопрос не ответил, на это предложение не ответил, но в их ответе были какие-то несерьезные вещи, нереальные вещи, предлагает Армения. И Мария Захарова очень интересную формулировку предложила. Она сказала, что мир в регионе лежит через выполнение трехсторонних договоренностей. О чем Мария Захарова говорит? Примет ли Азербайджан это предложение Пашиняна? И знал ли Пашинян о таких возможных реакциях? И все равно сделал это предложение. Почему он сделал такое предложение? Ну, что касается Захаровой, тут все очень просто. Что Москва сказала Армении и премьер-министру Армении? Она сказала Николу Пашиняну, что я решаю, ну, в смысле не Захарова, но, понятно, Россия. Мы решаем, что подписать Алиеву и что не подписать Алиеву. И никакого пакта тебе мира тебе не будет, пока ты не отдашь нам то, что ты подписал 9 ноября 9 пункт. Значит, Москва дала четко понять Армении, ну, а конкретно премьер-министру Армении, о том, что я управляю процессом подписания мирного договора. Будет у тебя мир или не будет у тебя мир? Это фактически была констатация того, что Москва управляет процессами в Баку. Потому что до этого Москва заявляла, что Алиев в другой площадке, кроме Москвы, никакую площадку больше не видит, где будут вести переговоры. То есть для Алиева неприемлемы западные площадки, европейские площадки. Для Алиева есть только одна дорога в Москву. Захара этого подтвердила и сказала, что, ребята, у них никакого мира у вас не будет. Мы не позволим Алиеву ничего подписывать. Ни о каком пакте, ни о каком-то... Ну, конечно, вопрос предложения Армении, даже таких моментов, как контроль над вооружением с обеих сторон. Это глупое предложение. Ну, это реально глупое предложение. Вот вопрос был, на что рассчитывал Пашинян, делая такие предложения. Я глубоко уверен, что это не идея Пашиняна. Чисто для галочки, что вы посмотрите, какие я хорошие вещи предлагаю. Нет, реально Армения искренне это предложила. Искренне предложила. Но я уверен, что это не идея Пашиняна. Не потому, что это умное предложение, а потому, что это идиотское предложение. Это предложили, наверное, какие-нибудь эксперты. Возможно, в Минобороне. Ну, какая разница? Озвучил-то Пашинян. Озвучил Пашинян. Его подставили этим заявлением. Это очень глупое заявление. Я объясню, почему Азербайджан на это никогда не пойдет. Ну, вот посмотрите. Представьте ситуацию. Это не из области фантасмагории, а реальная объективная картина, которую мы сегодня имеем. Значит, господствующие высоты по многим направлениям, стратегические высоты, под контролем у Азвучиловских вооруженных сил. Преимущество по количеству вооружений живой силы на его стороне. За ним стоят две региональные страны. Россия и Турция. На что он опирается. Алиев, как бы мы ни относились к нему, хорошо или плохо, но я как политик, я не могу давать оценки, чтобы понравилось нашему народу. И вот давать популистские какие-то вещи. Что они глупые, что они там идиоты, ничего не соображают. Вообще, что это за государство и так далее. Я же в политике должен оценивать адекватно все это и объективно. Алиев оценивает обстановку в мире. Мы же видим, что с Нового года как началось. Сейчас воюют все против всех. Хамас, Хуситы, Йемен, Иордания. Танцуют все. Танцуют все, да. И все против всех танцуют. И все танцуют разные танцы. А от бальных танцев, да, рок-н-ролльных. Даже элементы хип-хопа тоже есть. Поэтому он оценивает это. И он не знает, что еще до конца будет в России. Будет в России смута, не будет. Как обернется война вот сейчас с началом весны. Какие процессы могут быть на Северном Кавказе в результате этого. Что у Азербайджана возникнет с Ираном в итоге. Да, что мы вообще планируем, да, и так далее. Какие вызовы, угрозы с нашей стороны есть. Со стороны Ирана. С другой стороны, на Каспии, что там может произойти. В этой ситуации только ненормальный человек может позволить себе вставить свою национальную безопасность в зависимости от подписания мирного договора с Арменией. Потому что я оцениваю еще другие угрозы и вызовы. А здесь я угрозы и вызовы со стороны армян не вижу. Я образно, у меня позиция лучше. Поэтому зачем Алиеву давать контролировать количество вооружений, когда весь мир, я вам говорю это серьезно, я общаюсь со многими людьми в Европе, на Западе, с натовскими структурами, с различными сообществами, аналитическими центрами, дипломатами. Сегодня в Европе все готовятся к войне. Идет наращивание по линии военно-промышленного комплекса. Не только для Украины, уже для себя. Увеличивают объемы складов, объемы производства различного вида вооружений, боеприпасов, стрелкового оружия, авиации. А наш Пашинен к эпохе мира готовится. Месь мир готовится к войне, и в этот момент мы Алиеву говорим, давай будем контролировать друг друга, вооружение, и пойдем к паритету. Что означает паритет? Паритет означает так, что мы имеем 50 тысяч человек, он, допустим, имеет 100 тысяч человек, а остальные 150 он куда денет? Он должен что, утилизировать вооруженные силы, пустить их потенциальные проблемы? Что он должен делать с остальным оружием? Утилизировать, засунуть на консервацию? Я хочу сказать, что проблема Никол Пашиняна институциональная. И слава богу, что он стал понимать, и это вчера или позавчера он об этом сказал, что есть институциональные проблемы. Но я так понимаю, у нас с ним разные точки зрения институциональных проблем. Хочу сказать так, да, он пришел с людьми к власти, есть команда, но это команда невысокого уровня планирования. Но тут никаких обид не может быть. У этих людей нет нашей школы, нет этого пройденного пути. Да, они общаются с различными мировыми лидерами, но это не означает, что мы уже ребята стали экстракласса. Пока Никол Пашинян не создаст при себе, да, у него есть совет безопасности, но это очень низкий уровень совета безопасности, значит, пока он при себе, как глава государства, не создаст центр стратегического планирования высокого уровня. Вот как у нас это было в Совете безопасности в Первую Карабахскую войну. У нас был настолько высокий уровень планирования, в том числе и по различным направлениям, политическим, военным, специальным операциям, гибридным информационным войнам. Ну, вы тоже тогда были, мы все взаимодействовали тогда, и журналисты, и Совет безопасности Армении. Мы на своем посту были, на журналистском посту были. Да, да, я хочу сказать, вы же взаимодействовали с государством тоже, когда просили определенные вещи. Информационно-аналитический центр. Да, да, значит, пока Никол Пашинян не придет к пониманию, что институционально у него нет команды, которая это может создавать и планировать, и он будет двигаться в парадигме свой, чужой, красный, белый, Армения не сумеет воспрять, она не сумеет идти и двигаться вперед, потому что то о том уровне институциональных структур, смотрите, как делает сегодня Украина. У нее и то огромное государство, у русских огромное государство, и то в плане институциональных сегментов у русских есть проблема. Они тоже во многом проиграют, но русские за эти два года войны, и это видно, они стали учиться, они стали более агрессивно действовать в плане информационно-психологических операций, они раскачивают потихонечку восточную Европу, они начинают работать с правыми силами в мире, а мир правеет, мир сегодня очень сильно правеет, и поэтому наши проблемы, когда Никол Пашинян говорит, и ему дают такого уровня, вот смотрите, как краткий пример, у нас мы понимаем, что есть контрразведка, у нас есть служба внешней разведки, агентство внешней разведки, есть военная разведка, везде в этих структурах есть различные институты, везде есть свои аналитические центры. Как это вообще работает? Когда от них приходит аналитика, те или иные предложения, они фактически являются конечными. Кто оценит их аналитику и их предложения, так не может быть. И то же самое долгие годы у нас были в Генштабе. Каждое управление дает свою аналитику, и военная разведка дает свою аналитику, а потом, когда эту всю аналитику смотришь, ты понимаешь, что это такой бред пишут, но просто уму непостижимо. Я хочу сказать, что когда мы говорим институтализация, это значит институты, если глава государства не поймет, это нас будут бить со всех сторон. Мы можем вернуться к вопросу... Я прихожу к этому. Поэтому Алиев не пойдет и не допустит контроля над вооружением, ни над каким сокращением, никакого паритета не будет. И Армении этот паритет... Смотрите, если бы сегодня мир был бы, самая горячая точка на планете была бы, это точка Азербайджана-Армения, да, мы могли бы идти, потому что больше в мире угроз нет. Но нас угрозы, Армению, ждут со всех сторон. То же самое прогнозирует и Азербайджан. Не пойдут они никогда. И тот, кто такие предложения давал, они просто подставили пример министра. Можем ли расценивать? Вернемся к заявлению Марии Захаровой. Вы сказали, что здесь с двух сторон надо рассматривать. Первое заявление Захаровой о том, что мир в регионе лежит через выполнение договоренности, имеется в виду выполнение девятого пункта, что означает присутствие сил ФСБ на территории Армении, на суверенной территории Армении и контроль за отрезком, проходящим по территории Армении. Это означает, с двух сторон надо рассматривать. Первое, это этим самым Россия заявляет о том, что не позволит Алиеву заключать, подписывать мирный договор. И второе, в случае необходимости, если мир... Будет команда Данафас. Да, если мир зависит от выполнения-невыполнения, это прямая угроза Армении. То есть, если нужно будет, мы, опять же, надавив на Алиева, в первом случае надавливают на Алиева, не подписание заставляя, второе надавливают на Алиева, война против Армении. Да или нет, если вы согласны, что так надо рассматривать и расценивать. Это означает, что Азербайджану нет суверенитета больше. В данном случае смотрим народ Азербайджана, и сам Азербайджан, и сам Алиев. Алиев сам понимает эту ситуацию или нет? Он сдался в Москве. Он в заложниках или ему приятно это состояние? Я не знаю, насколько... Он считает, что таким образом он держит в узде Армению, и поэтому он рад этому своему состоянию? Алиев прогнозирует, как и Турция, и как они прогнозировали это до 22-го года, когда Москва устроила здесь контролируемый конфликт в 20-м году. Это был контролируемый конфликт. Но Азербайджан, Турция, они прочитали, что они знали, что будет война в 22-м году. А вот Украина там их поздравляла с победой, не понимая, что 20-й год война, это была подготовка к войне к ним. И Алиев это знал. И Эрдоган это знал. Но они просчитывали, что армянский народ действия России воспримет как предательство и начнет отворачиваться. И думаю, что на Западе им тоже говорили, что Россия увязнет. Я знал до начала войны, за две недели, когда я разговаривал с послами, и с рядом дипломатов Европы и Запада, которые мне сказали, шансов у России выиграть нет, и как только она начнет боевые действия, мы у них заберем все, что есть. Деньги, банковские счета. Смотрим с точки зрения Азербайджана. Так вот я и говорю, они прогнозируют, что Россия ослабнет. И они до сих пор прогнозируют, что Россия будет слабеть. Поэтому пусть Россия для Азербайджана насколько может давит Армению, а когда она окончательно ослабнет, тогда мы до конца съедим Армению, и России здесь не будет. Думает Азербайджан, думает Алиев. Да. А Россия же думает, что она пока управляет процессом. То есть Россия сейчас хочет укусить весь Южный Кавказ, но она хочет укусить не по размеру рта. Рот маленький, а укусить хочет стол. Поэтому сама Москва не оставляет другого пути Армении, как искать, как сказал премьер-министр Армении, другой зонтик безопасности. А сейчас выступал Клинцевич, депутат российский военный тоже. Опять начали угрозы. Армения должна понять, что единственный путь безопасности и спасения Армении только в союзе с Россией. Но мы в 20-м году видели. В 21-м видели. В 22-м видели. В 23-м депортации армян из Карабаха мы видели. Поэтому Россия опять нас пугает. Я хочу сказать, я хочу просто сказать и премьер-министру, и нашим политикам, и всем, кто там голову пеплом посыпает. Я хочу сказать так. Мы даже в этих условиях при правильном управлении и планировании бояться не нужно ни азербайджанской агрессии, ни российской агрессии. Бояться нам не нужно. При правильном управлении, если мы сейчас не будем заниматься только эпохой мира, а будем готовить страну к обороне, при правильном управлении мы Азербайджану просто ушатаем. Бояться нужно, собственно, неподготовленности. Так сформулировано. Безусловно. Вот нужно бояться того, что мы сейчас не делаем. Вот этого нужно бояться. Но если мы будем правильно сейчас институционально строить государство, и на ключевых местах будут правильные люди экстракласса с жестким, сильным характером и так далее, и которые не будут врать премьер-министру или безить, петь песенки и так далее, у нас есть все шансы не только остановить агрессию, но и не насти серьезный урон вооруженным силам Азербайджана. Хорошо, смотрим, как развиваются взаимоотношения между Ереваном и Баку. Давайте рассмотрим этот факт передачи минных или подготовки к передаче минных карт, карт минных полей. Что это было после долгих заявлений о том, что все, что у нас было, мы уже передали. А потом вдруг оказались новые минные карты. То есть оказалось, что есть новые минные карты, новые какие-то уточненные карты. И почему Армения решила их предоставить, при том, что Азербайджан, таким очень высокомерно сказать, не хочу определения давать, в общем, как-то наплевательски отнесся к этому факту. Все-таки дала определение. Нет, Азербайджан не верит, что мы даем точные карты. А во-вторых, точных карт не существует. Это два. Третье. Если даже точные карты существуют, и если мы их отдаем в приграничии Армении, где мы с ними на линии соприкосновения, это делает преступление. Да, в прошлый раз мы говорили об этом. Я не знаю, тут взялись эти новые карты, что там произошло, где они их нашли. Не было, не было, потом нашли какой-то цирк. Но хочу сказать, что эти карты все равно не спасут. Почему Армения решила передать карты? Жест доброй воли. Жест доброй воли. Типа мы идем на мир, мы готовы все, мы готовы на все. То есть вопрос был взаимоотношений Ереван и Баку, нынешний этап. Как вы охарактеризуете? Я скажу так, смотрите, бесконечные реверансы в сторону Азербайджана ни к чему хорошему не приведут. Наоборот, чем больше реверансов со стороны Армении, тем больше мы говорим, мы хотим это, а мы предлагаем это, давайте пакт не нападение. Тем больше мы показываем свою слабость или трусость, тем больше Азербайджан убеждается в нашей слабости. Тем сильнее он себя чувствует. Нам надо прекратить с Азербайджаном говорить на этом языке. Я не знаю, например, смотрите, после заявления Захаровой, то, что вы отметили, я вообще не знаю, почему наш МИД не обратился к Европейскому Союзу, что это же прямая угроза. Что именно... Мир зависит от этого. От решения Москвы. Мир зависит от выполнения девятого пункта. Мир зависит от того, мы дадим открыть коридор или не дадим. Это наш МИД должен эти вопросы поднимать. Нет, даже не открыть и закрыть коридор. От того, встанут ли там, будут ли контролировать эту дорогу. Ну, а коридор что такое? Это и есть, когда иностранные войска... То есть Москва должна понять, когда Лавров говорит, что мы никогда вопрос коридора не ставили, но я хочу сказать, мы же не идиоты, да, ну ладно, если бы мы там закончили ПТУ. Ну, понятно было бы. Но когда в глубину, там, 40 километров, в ширину, там, 5 или там, 10 километров, будет под вашим контролем, это уже коридор. Ну, можно рассматривать это с другой точки зрения, да, вы говорите, почему МИД не отреагировал, но, в принципе, все эти заявления, они делаются во всеуслышание. И заявления Алиева, и все эти угрозы... Реакция Армении важна для мира. Алиева, и реакция, и угрозы Москвы, они же все где-то фиксируются. Да, но мы должны реагировать. Зафиксировали, но отголосков не было, эхо не было. Поэтому мы должны реагировать. И мы должны подчеркивать, как Армения... Может быть, реагирование это именно... Я извиняюсь, что перебила. Может быть, реагирование это именно в этой формулировке Пашиняна, что вот вы это так сформулировали, как поменять зонтик. Пашинян четко сказал, что объективным, субъективным причинам нам нужны новые стратегические партнеры. Безусловно, нам нужно. Смотрите, когда Москва каждый раз говорит, мы вас спасали, мы вас всю жизнь спасали, ну, это с 2020 года... Мы это вообще первый раз увидели в 2016 году. Армения так и не сделала выводов, что в новой войне... Москва четко сказала, что Карабах — это Азербайджан в 2016. И к ОДКБ это никакого отношения не имеет. И к нашему с вами соглашению, двустороннему, всеобъемящему договору, тоже никакого отношения не имеет. В 2016 году нужно было делать выводы. В 2016 году нужно было страивать ВПК. Обеспечивать себя самим. Становиться на путь самообеспечения, насколько можешь. Не состоял вопрос защиты Карабаха. Конечно, конечно. Поэтому, я говорю, низкий уровень компетенции долгие годы, последние 20 лет, 25 лет, низкий уровень управленческой компетенции приводит к таким серьезным последствиям. Поэтому, я считаю, что наш МИД должен был сделать. А смотрите, символичное вручение топора бывшим министром обороны Алиеву. Да, топор. Вообще, в азербайджанской символике нет топора. Плюс ко всему, он угрожает нам 44-дневной войной, последствиями типа, да, 44-дневной. Господин Акар. Вообще, топор ассоциируется с этим Рамилем Сафаровым. Ну, да, убивая армян. Убивать убийство спящего армянина. Вы знаете, что у Акара есть диссертация? Своего, да. Он писал диссертацию. Вообще, Акар давно является агентом британской разведки МИ-6. Они учились в Британии, в турецкой политике, в турецкой власти, в силовых блоках огромное количество агентов британской разведки МИ-6, которые давно уже оказались под их влиянием и их выращивали. Когда Акар стал нам угрожать, вот я бы хотел ему напомнить одну вещь. Одна из европейских стран перехватила его разговор, натовская страна, во время войны, в начале, с командующим Третьей полевой армией. Он сказал, что вы не видите, Азербайджан проигрывает войну. Надо незамедлительно нам подключаться. Это мне рассказали из Европы. Это первые дни войны, десятый день войны. В Европе мне позвонил один человек военный и сказал, что есть такой перехваченный разговор. Ну да, потом мы видели, как все это разворачивалось. Да, на десятый, девятнадцатый день уже Турция вступила своим управлением там и так далее, со всеми делами. То есть, Турция, смотрите, сегодня на весь мир, смотрите, опять нету никакой реакции. А АКА это не простой человек, бывший министр обороны Турции, человек, который принимает Алиев, человек, который могут принять любые другие главы европейских государств, там, министра обороны и так далее. А теперь этот топор, зачем он ему нужен? Это символически, это была демонстрация с намеком на убийство армян. Это страна НАТО. Когда мы говорим, что Соединенные Штаты, Франция, наши на сегодняшний день партнеры, которые делают различные заявления в защиту Армении, почему МИД не Армении, опять-таки, не сделал заявление о том, что страна участника, член НАТО, угрожает Армении и символически выручает топор. Не было ни одной реакции, ни одной европейской страны. Ну, прямой связи с Арменией у топора, в принципе, нет. А заявление, которое он сказал, что если Армения... Смотрите, этот человек сделал заявление, что из Армении готовят прокси. Прокси, само государство прокси не является. Оно не может делать. Прокси являются силой. Ну, например, вот Хезболла. Это прокси силы Ирана. Различные военизированные структуры, которые не имеют отношения напрямую к государству, но находятся территориально где-то на какой-то территории или близости к какой-то границе. Вот их можно называть прокси. Но он из целой Армении, из государства Армении, сделал страну прокси. Во-первых, кто из нас делает прокси? Прокси против кого? Против Турции, что мы там хотим воевать с Турцией, или мы хотим воевать с Грузией, или с Ираном. И даже с Азербайджаном сегодня Армения не готова воевать, не хочет. Поэтому делая такие... А почему эти заявления идут? Турции, так как и России, так как и Китаю, так как и Азербайджану, нужен вот этот участок дороги, коридор. А Эрдоган же напрямую сказал, нам нужна эта дорога, чтобы товары из Китая шли к нам. Ну пусть идут, но через нашу дорогу. Пусть идут через Иран, и Иран же им предложил. Но там другая ситуация, они не смогут так Иран контролировать. Завтра, если они что-то против Ирана скажут, то Иран закроет им дорогу, и они больше никуда не пойдут. Армения себе такого позволить не сможет. Она маленькая и не такая сильная. Вот. Это в их представлении. Но если уж там мы сильно захотим, мы и тоже эту дорогу закроем. Просто они Армению боятся меньше, чем Иран. Намного меньше боятся. С Ираном в такие игры ты не сыграешь. Поэтому они через Иран не хотят идти. Понимаете, в принципе, это ничего. Из Китая, ведь как маршрут идет. Он идет из Китая в Казахстан. С Казахстана по Каспию, даже минуя Азербайджан, он может прийти в порт Ирана. Что еще короче? Например, с казахского порта Актау до порта Анзали, это на север, или Амирабад, или Феридун-Кенар, или Ново-Шехер. Два дня пути кораблем. Два дня. Из Актау, вот тебе два дня. Во-первых, корабль дешевле, чем железная дорога. Плюс там надо еще колеса менять, колесные пары у нас широкие, у них узкие и так далее. Советский стандарт и европейский стандарт. И вот, прошел в Иран, через Иран в Нахчеване все пошло в Турцию. Короткий маршрут, никаких проблем. Теперь вопрос. Чего вы не идете через Иран? Вот же вот он маршрут. Актау, Анзали, надо через Армению, это важнее. Иран слишком большой и сильный. Не надавишь, в случае чего. По башке получишь, и начнут гнать отсюда до Вашингтона. Будут бежать. Иранская армия, это не азербайджанская армия, это достаточно серьезное государство, 85-миллионное государство. Плюс имеет достаточно большие прокси-силы, проиранские. И там мало не покажется, если все это начнется. А Армения, с одной стороны, типа, под контролем русских, с другой стороны, военизированные нас ослабили, в 2020 году наши возможности. И так далее. Поэтому считают, что из Армении можно превратить в проходной двор. Но вы посмотрите, даже наши заявляют, вот помните, паром взяли в аренду в грузинском порту, армянский паром, вот и так далее. Сейчас сделали заявление, что паромы не заполняются. Да, мои дорогие, нет у нас такого объема, чтобы тысячи метон одновременно возить. Если даже через Турцию, через Грузию мы не можем загрузить, какой армянский коммерсант что-либо отправить через Азербайджан? Это же надо быть безумцем. Владимир, давайте рассмотрим, что у нас в Армении внутри происходит, аресты в правительстве. Ну, подкопались, под тендер, там было не все чисто, и там цепочки пошли, пошли, пошли. Как вы вообще расцениваете все, что происходит вокруг, во-первых, этого дела? Посмотрим дальше. Мне не нравится, знаете, что, опять-таки скажу непопулярную вещь для общества, но, опять-таки, я буду говорить как государственник. Мне не нравится, как освещается это в средствах массовой информации Армении. Мне не нравится, как различные телеграм-каналы это освещают. Ну, например, посмотрите, всех тронул не тот факт, что идет борьба с коррупцией, даже если подозрение, а всех тронул факт, что арестована жена брата Алена Симоняна. Вот когда наш народ радуется, допустим, аресту женщины, которая является женой брата Алена Симоняна. Я хочу сказать, что когда вы после этого говорите о каких-то армянских культурных духовных ценностях, вы реально считаете, что кто-то имеет право после этого говорить о какой-то морали, культуре, ценности, духовности? А что так наше население вдруг стало радоваться арестам женщин? Даже если коррупция. Во-первых, никто не доказал, что коррупция. Никто не доказал еще, что на этом тендере было воровство или неправильная организация тендера, или еще что-либо. А может быть коррупция, а может и не коррупция. Вы что, судьи, прокуроры? Следователи выносят решение на основе материалов, и по их разумению они могут считать, что материал достаточен для возбуждения уголовного дела. Дальше будет решать прокурор, судья и так далее. А что в обществе, я хочу сказать, у нашего народа, что вы так радуетесь, что арестовывают женщину только потому, что она жена брата Алена Симоняна? Тогда смотрим на вот такой разрыв, может быть, есть властной структурой. Да, общество и властной структурой. Там уже идут аффилисованные с ними родственники. Ну, смотрите, нравится Алена Симоняна, не нравится. Считаем ли мы, что он допускает ошибки? Мы считаем, что в чем-то он не прав. Никаких проблем. Давайте трогать Алена Симоняна. Есть серьезный раскол. Вот я про это и... У нас раскол еще не только в обществе и правительство, и на государство. Внутри общества. У нас проблема, болезнь внутри общества. Мы стали более злобными. Мы стали менее терпимы друг к другу. Но я еще раз говорю, вот я считаю, что, допустим, некоторые высказывания Алена Симоняна меня вообще шокируют и мне не нравится. Но я никогда не позволю себе радоваться над арестом жены его брата. Это семья, это женщина. Там суд будет доказать. Радоваться никогда не буду. Никогда не трону их семьи, никогда не трону их детей. У нас... Не нравится вам Никол Пашинян? Хорошо, не нравится. А при чем тут их дети? При чем тут их жены? А если завтра в ваших жены детей начнем трогать? Нельзя, я хочу сказать. Есть проблемы политического характера. Общество считает, что, допустим, премьер-министр действует неправильно, не в интересах армянского государства. Пожалуйста, говорите все, что про него думаете, говорите ему. Зачем трогаете начинаете детей трогать? Семью трогать? Жен трогать? То же самое Алена Симоняна. Не нравится Алена Симоняна? Трогайте Алена Симоняна. Зачем вы трогаете жену там, детей? И что это вам дает? Владимир, давайте... Понимаете, это болезнь. Это не болезнь, это процесс, это серьезная проблема сегодня в обществе, которую надо обозначить, как вы сказали, диагностировать надо. И против этого надо работать, потому что... Ну, то же самое, я вот извиняюсь, ударили по венкам, вот после провокации Марии Захаровой была неадекватная реакция людей по памятнику жертв блокады. Детям блокады были в Ленинграде. Я хочу к армянам еще раз сказать, ребята, какие бы мы там не были проармянские, патриотичными, я просто хочу сказать одну вещь. Блокады Ленинграды это не дело русской истории. Во-первых, это дело советской истории, советского человека на тот период. В блокаде Ленинграда жили армяне, грузины, евреи, азербайджанцы, там жили все, белорусы, украины. Это был советский народ, советская страна. Чему, чем эти дети, которые фашистская Германия удушила, как и в Арцахе, Мария Захарова, когда говорит, не было признаков этнических чисток. Этнических чисток. Мы не знаем, не видели. Вы знаете, что норма хлеба в Карабахе была меньше нормы в блокадном Ленинграде. И в 90-м году, когда, помните, было в окружении Карабах, Арцаха была в окружении, норма хлеба была меньше нормы в блокадном Ленинграде. Когда Мария Захарова своей головой, мозгами, языком что-то чешет, она должна понимать, конечно, будет реакция нехорошая. Но я к армянам хочу обратиться. Не поддавайтесь на эти провокации погибшие и умершие женщины, дети, старики от бомбежек, от голода и холода в Ленинграде. Это наша общая история, это наша общая боль. И вы не забывайте, что тот же Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова заказал Араму Хачатуряну оперу, да, балет Гаяне, который именно Ленинградский впервые, театр оперы и балета в эвакуации в Перми исполнил, и Арам Хачатуряна работал в Ленинграде тоже. Много армян, генералов, офицеров погибли, освобождая Ленинград. Бить по венкам, где мы чтим память умерших детей, непозволительная вещь для армянского государства, мы в кого превращаемся? Тогда как мы можем требовать? Весь мир признает блокаду Ленинграда. Это наша память тоже, это память и наших предков тоже. Если мы не чтим память умерших, или кто-то пытается оскорбить умерших детей в блокадном Ленинграде, то какое моральное право мы будем иметь требовать? Это задержали и в принципе... Да, я хочу сказать, но задерживать тоже не надо. Ему это так легко сроку сойдет. Я тоже хочу к Следственному комитету обратиться. Да, это был неправильный, отвратительный шаг, поступок. Но следователи тоже должны понять. Народ в стрессовом плане, эмоциональном, доведен до крайней точки безумия. То, что мы потеряли Карабах, то, что погибли столько ребят. Нет, это была явная провокация. Да, да. Ну, возможно, домашний арест. Такая же провокация, как связанная с синагогами, синагогой, да. Синагогу организовали конкретно, вот я вам говорю, 100% синагогу, азербайджанские спецслужбы. Первый человек, который заявил о поджоге синагогы, ровно через 5 минут, еще мир не знал, мы не знали в Армении, ровно через 5 минут это заявил, сообщил об этом посол Азербайджана в Германии. Он прям там стоял, да, день и ночь дежурил. Он видео вытащил, он тут же уже сказал. Потому что, да, это были провокации, поэтому нужно быть очень осторожными, чтобы не поддаваться на подобного рода провокации. Да, поэтому я и призываю народ не уподобляться этому. Слава Богу, я вам говорю, на 100% к синагоге армянское общество никакого отношения не имело, у армянского общества нету ненависти к евреям, оно просто отсутствует, не может быть. Хотя нас пытаются стравить, сфабриковывать и так далее, но вопрос, ладно, сейчас не в этом. Так, давайте попробуем общий вопрос тогда я задам. Назовите, может быть, один пункт, может быть, три пункта. Что больше всего сегодня вас тревожит в Армении? И по три пункта положительного. Три пункта может быть, а может быть, вы скажете, нету ни одного. Вопрос, который с мертвой точки сдвинут в положительном направлении, отрицательные тенденции, положительные тенденции, то, что вас тревожит, то, что вас радует. Меня тревожит очень сильно психологическое, эмоциональное состояние нашего народа. И эта ситуация еще более усугубляется различными провокационными заявлениями нашего собственного правительства, которых будоражит, почему там должны убрать арарат, с герба, это очень сильно бьет еще больше по эмоциональному фактору населения. Ведь правительство не понимает одну вещь, ведь всегда есть точка кипения. Это может взорваться и произойти неконтролируемые процессы в стране. Мне не нравится то, что сейчас народ доведен до такого степени. Мне не нравится то, что армянское государство не оценивает современные вызовы и угрозы. Оно оценивает это только связанные вопросы с Азербайджаном и все. Я говорю, что ситуация, если не дай бог побеждает Трамп, хаос в мире будет такого уровня, что никому не будет дела ни до одной страны, все будут заняты сами собой. К нам на помощь никто не придет, даже какие бы у нас не были союзники. Потому что каждый будет заниматься собой. Европа сегодня уже готовит создать единую армию. Она готовится к приходу Трампа. Она идет на самообеспечение, чтобы не зависеть от действия Соединенных Штатов. Значит, мне не нравится, что наше государство это не понимает. Мне не нравится то, что мы, как государство, действуем неэффективно ни во внутренней политике, ни во внешней политике, ни в оборонной политике. Ни в области национальной безопасности, ни в оборонной политике, ни в области военной политики. Мы институционально не развиваемся. Что наше общество несправедливо, наше государство. Что у нас платное образование, платная медицина. Все это меня удручает. Это все в одном флаконе. Что я вижу положительного? Положительное я вижу боевой настрой народа. Он есть. И я верю в наш народ, что в трудную минуту мы будем все вместе и заезжать свою страну плечом к плечу. То, что даже в правительстве, многие считают, что это пиар-акция перед выборами. Я не считаю, что это пиар-акция перед выборами. Которая? То, что в правительстве аресты были. Я считаю, что реально были сигналы. Типа борьба против коррупции? Я не говорю, что в Армении полностью искорены коррупционные процессы. Вы хотите сказать, что это зачет как борьба с коррупцией. Хотя я считаю, что в первые два года Николу Пашиняну удавалось сократить коррупцию. Но потом она опять начала расти. Тенденция к этому есть. И много разговоров. Мы же в маленькой Армении. Мы же знаем, кто, чего, откуда, как. Все разговоры идут. Но это опять говорит о том, что институционально Армения не совсем готова. Вот этот процесс мне нравится. Что он, тенденция сохраняется. Мне нравится то, что несмотря на то, что карабахцы уехали, большая часть вернулась. Ну, многие там уехали около 10. Уехали из Армении. Из Армении и вернулись. Да, это означает, что они не могут нигде ужиться. Мне нравится относительно большая солидарность нашего государства к нашим соотечественникам из Арцарского государства. Приняли, была оказана огромная, большая помощь. Ну, сволочей тоже оказалось немало. Но это нормально. Но больше положительного. Я тут вижу хороший объединяющий фон. А третий положительный момент. Я вижу военно-техническое сотрудничество между Индией и Францией, Германией, которое намечается. Это очень хорошая тенденция. Потому что, как мы слышали сейчас, один из интеллектуальнейших, высокотехнологичных французских предприятий, Сафран, заходит в Армению. А это очень серьезное предприятие. Оно производит, я знаю, ее продукцию. Совместное производство. Да, я знаю ее продукцию. Это великолепные вещи они производят. Если мы будем иметь доступ к этому вооружению, то, конечно, это будет шикарно. Вот эти процессы. Но поскольку вы три пункта обозначили, а это, знаете, как в анекдоте, когда еврей ловит золотую рыбку, она говорит, отпусти, я выполню три твоих желания. Он говорит, хочу майбах, банк и виллу. Говорит, это раз. Это раз. Да. Вот вы сказали мне три, мне приходится несколько вещей объединять. Говорит, это раз. Да, и так далее. Но это основные моменты. В Армении беженцы из Сирии, из Ливана, из России. Мы всех принимаем. Из Украины. Украины. Из Белоруссии приезжают сюда. Я вам скажу такую вещь. Я как-то был в военном комиссариате. И сейчас, знаете, да, когда граждане получают независимость от национальности, если призывной возраст там, да, они обязаны пойти встать на воинский учет. И я увидел там русских ребят и белорусов. Ну, из России. Я не знал сначала, что из Белоруссии. Я просто спросил ребят, а вы здесь что делаете? А мы на учет становимся. Я говорю, так, вас же на 21 день призовут. Вы можете пойти там по призыву, а можете и на границу попасть. Говорю, вы с Россией бежите из Белоруссии, а здесь идете добровольный военкомат, становитесь на учет. Знаете, что они мне сказали? Здесь мы хоть знаем, что мы будем заезжать? Представляете, какой ответ? Вот когда говорят, что русские оттуда убежали. Вот я хочу сказать, в той же Москве, ваши русские ребята приходят, встают на учет, и когда им задаешь вопрос, а здесь что вы будете делать? Вы оттуда убежали? Они сказали, здесь мы знаем, что мы будем вас заезжать. Кто-то даже назвал Ноев Ковчег, говорит, Армения. Все приезжают сюда, правда, живут как под вулканом, на вулкане. Но чувствуют себя уверенно. Здесь есть ощущение вот этой духовности. Вот они приезжают, они соприкасаются с цивилизацией. Они утром, когда смотрят на гору Арарат, они понимают, что они рядом с Библейской горой стоят. Ну, в Турции тоже она видна. Почему там нет такого? Это для них, это не их. Там же тоже видно. Правда, большая сись и массись с другой стороны видны. Да, но это не их. Понимаете, это не их родное. Их это не то. Для них это символически, что это на их территории. Они внутри турки, знают, что это наше. Их это не трогает. А когда иностранцы приезжают и здесь начинают жить, это неплохо. Хотя это тоже нужно контролировать, этот процесс. Но они соприкасаются с нечто большим для них. Поэтому для нас это величина. А представляете, что они... Да, это они это и отмечают. И поэтому нельзя вот это все пытаться убрать с герба. Нельзя. Убирая это, мы между позором и войной получим в результате и позор, и войну, как говорил Черчилль. Не нужно так становиться на колени, не нужно бояться войны. К войне просто нужно грамотно готовиться. Объединять народ, армию и политические силы. Чтобы не было, кстати, этой войны. Кстати, да. Когда противник будет видеть, что мы вместе... Кстати, если ты готов, да, можно так сказать. Войны не будет. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с Владимиром Погусяным, председателем комитета 27. Беседую, предлагаю, Анна Ракелян. Всех благ.